здравствуйте дорогие друзья в этом видео уроке вернее даже не видео уроке просто в этом видео хотел поделиться со своими подписчиками вот насмотревшийся роликов что ставят маленькие фильтры для бойлеров для смягчения воды я решил пойти еще дальше думаю зачем ставить маленький по сто раз поставил купил вот такой большой и сейчас посмотрим что из этого получилось вот я хочу первая замена картриджа посмотреть в каком состоянии здесь что и как вытаскиваем сложновато его вытащить немножко вот такое вот такая красота обычный большой фильтр не расплавился выдержит он нормальную температуру проехал я примерно 400 километров сейчас хочу слить с вами наглядно и посмотреть что же там будет для этого меня есть колба с антифризом это по-моему грязновато сейчас возьму другую так какую взять сейчас просто сполосну дистиллированной водой все какая-то какой-то мусор над ним скажу что было грязный антифриз с мусором в бачку я решил попробовать так где мой ключик то есть тема рабочая реально можно помывать можно ездить с этим фильтром печка работает все отлично полет нормальный все работает как вы думаете потечет сейчас антифриз когда я сниму эту шлангу краники сюда не ставил так как он находится выше всей системы по идее законом физики она не должно течь тут обычные для шланг на 18 у меня идут снять сложновато так на всякий случай пальцем буду закрывать не смотрите нормально не течет этой стороной стрелочка придется снимать с этой стороны придется здесь открутить плюс и большого фильтра что не нужно тебе 5 картриджей чтобы почистить тебе одного хватает чтобы почистить единственный минус вот это когда менять надо делать шланги чуть чуть подлиннее неудобно так снял эту шлангу вверх момент истины стекать она будет наверно походу долго отсюда ну что я вам скажу антифриз чистый сильно нельзя перехилять фильтр походу забился полностью ну что как-то она плохо стекает взять сюда подуть что вам скажу антифриз очистился красивый мне нравится такой чистенький чистенький не повторяйте не знаю что это получится не хочет сбегать только так хотелось бы его полностью спустить посмотреть на сам этот ну ладно откручиваем его тут еще такой фиксатор есть нажать нажать потом крутить фирма этого баллончик картриджа фильтра какой-то c-bot c-bot стоит он 176 гривен дешевка ну качественный написано написано было на нем характеристики выдерживает 8 атмосфер 42 градуса температура максимальная ну выдерживает он сотку легко так ну что не знаю видно вам не видно на свет смотрите какое какая грязь все забито мелкой требухой какой-то полностью на ухналь сейчас достанем здесь у меня нитки были 10 микрон полностью забитой полностью ржавчиной какой-то мелкой-мелкой стружкой кусочками какими-то так нам надо сделать как-то чтобы она стекала сейчас то есть тема рабочая будем ставить еще один фильтр сейчас вот так вот сделаем пускай уже стекает сюда все вместе смотрите вот видите какая там грязь остатки ну в общем тема рабочая две резинки здесь выдерживает он нормально такая твердая жесткая единственное что она мутная не идеально прозрачная этот фильтр ну работу он свою выполняет то есть мы даже вы видите что колбочка уже забита довольно хорошо ну все отлично все равно работает печка дула на удивление очень плохо проходит уже через такой фильтр так споласкаем дистиллированной водой можно конечно не споласкивать споласну пишите задавайте вопросы кому интересно видео видео я давно не снимал на своем канале не ругайте строго уже забыл как быть автором видео как комментировать правильно ну думаю это полезное полезный ролик такой поделюсь будем ставить новый фильтр и дальше будет продолжение посмотрим всего хорошего до свидания так